Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Трендом этого года было адвокатирование конкуренции и эффективное взаимодействие антимнопольных органов и предпринимательских союзов. В этом году мы многое делали впервые. Для нас первый опыт внезапной проверки – это проверка администрации города Муром, подведомственного МУПа и хозяйствующего субъекта, которого мы подозревали в совершении действий, за которые предусмотрены наказания по статье 16 закон о защите конкуренции. Так вот, эта проверка проводилась совместно с Владимирским УФАС и с управлением картелей, за что им большое спасибо, мы получили большой опыт. Также хотелось передать слова благодарности Руфине Викторовне Дегтяревой, Краснодарскому УФАС, за помощь в проведении проверки территориального органа Ростехнадзора. И, кстати, огромное спасибо нашим коллегам за обеспечение организационной и силовой поддержки безопасности наших сотрудников, которые принимали участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Краснодарского края и Федерального арбитражного суда Сирокавказского округа. Напомню, это дело рассматривалось по инициативному иску ФАС России к Законодательному собранию Краснодарского края, которое своими антиконкурентными действиями запретило оборот тоников на территории Краснодарского края. Фактически, таким образом нарушило конституционные нормы, единство экономического пространства и свободу перемещения товаров. Нельзя также не вспомнить о славном городе Самара. Всем известно, после обращения губернатора Самарской области, в котором он призвал к элементам монополии для местных производителей, Федеральная антимнопольная служба направила губернатору очень корректное предупредительное письмо. Однако, никаких действий не последовало, и, следовательно, мы провели все необходимые в этих случаях методы и способы антимнопольного реагирования. Были внезапные проверки, было возбуждено дело, и по итогам этой работы губернаторы правительства Самарской области были признаны нарушением антимнопольного законодательства. Все это происходило в тесном сотрудничестве, взаимодействии и при поддержке с нашими самарскими коллегами. И за это большое спасибо Леониду Львовичу Паку и Светлане Вячеславовне Аверьяновой. На сегодняшний день решение принято, мы признали нарушение 15-й статьи губернаторам и правительства Самарской области. Но, тем не менее, наши самарские коллеги продолжают проверки по возбужденным делам. Также хотелось бы вспомнить, что весной 2013 года экспертный совет по развитию конкуренции на рынках производства и оборота алкогольной продукции единогласно с участием представителей региональных властей принял решение о прекращении практики антиконкурентного субсидирования местных производителей. Федеральная антимнопольная служба поддержала это мнение экспертного совета и вот в результате уже в середине лета прошли изменения в бюджетный кодекс и субсидирование региональных местных производителей алкогольной продукции было запрещено. Ну, хотелось бы также отметить, в этом году завершился непростой и долгий путь внесения изменений в федеральное законодательство о таможенном регулировании. Изменения эти предусматривают то, что в ГУП Ростэк, государственное унитарное предприятие Ростэк, установлен запрет на оказание услуг в сфере таможенного дела. Наши действия были совместными с Минэкономразвития, с депутатами Государственной Думы. И вот в результате этого приняты поправки соответствующих законах, что позволит, на мой взгляд, улучшить состояние конкуренции на данных товарных рынках. Кстати, можно считать это прецедентным года. В ГУП вышел с конкурентного рынка. С целью исполнения соответствующих пунктов дорожной карты развития конкуренции, ФАС России и Опора России создана рабочая группа, которая будет готовить предложения по выводу ГУПов и МУПов с конкурентных рынков. Ликвидация государственных предприятий с конкурентных рынков является одним из основных направлений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, который разработан ФАС России совместно с Агентством стратегических инициатив в целях реализации той же дорожной карты. За большой вклад в разработку данного документа мы говорим спасибо руководителю Нижегородского УФАС Михаилу Леонидовичу Теодоровичу, а также руководителю Тульского УФАС Юрию Владимировичу Елагину. И спасибо коллегам наших управлений Ульяновского, Калужского, Липецкого, Пермского, Свердловского, Хабаровского и Татарстанского управлений за то, что они работают с субъектами в целях инициативного внедрения данного регламента в регионах. Еще из одних событий этого года, на наш взгляд, является совместная с территориальными управлениями разработка методики доказывания нарушения антимнопольного законодательства по статье 15. Мы не просто написали эту методику и предложили ее территориальным управлениям к использованию, а мы это достаточно эффективно обсудили на двух региональных семинарах, и каждый раз мы прислушивались к той практике, которая существует у наших территориальных органов, совместно анализировали судебную практику, и, на наш взгляд, нам удалось совместно добиться разработки практически применимых советов. Сегодня хотелось бы отметить также, что мы гордимся, что из наших рядов на просторы борьбы за конкуренцию вышел руководитель пензенского УФАС. Удачи и побед Оксана Николаевна! Коллеги, друзья, разрешите поздравить вас с наступающим Новым Годом! Любви и здоровья в наступающем году! И, конечно, красивых рейтингов! И пусть не будет бед, пусть будет счастье у вас и у ваших близких! Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok